Всем привет! Вы на канале, мошенники звонят по телефону. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Для того, чтобы не пропустить выходного ролика, шумахайте на колокольчик. А теперь, дорогие друзья, погнали слушать ролик. Алло! Да, Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Я не гордею, меня зовут, по проекту Google. А, да, я из каут-менеджеров компании. Вы меня уже сориентируете, вы к нам подали регистрацию, с какой целью? Вы тебе дополнительный источник дохода или как основной заработок рассматриваете? Да лучше бы как основной, если смотря какие у вас там доходы, я не знаю. Я вас понял. Тогда, ну смотрите, в любом случае, как показывает практика, клиенты выходят на второй-третье месяц работы на процентное соотношение от 17 до 47%. То есть для вас это уже доход от 35 до 55 тысяч рублей. Для вас это деньги подскажите? Да. Замечательно. А чем сами занимаетесь? Работаете, учащиеся? Работаю. Работаю. В какой сфере являетесь специалистом, пока? В сфере безопасности. О, это вы охранной фирмы какой-то работаете? Да. Хорошо. Я вас понял. Ну, в принципе, да, то есть, получается немного зарабатывать сейчас? Ну, немного даже громко сказано. Если я вашим 35 тысячам рад, значит, сами понимаете. Еще раз. Вы сказали, какой у меня заработок будет, от 35 тысяч? Не, ну смотрите, да. Меня просто обоградывают. Охранники, честно вам скажу, да, с охранной фирмы, говорят, что если работать на компанию, то это меньше по деньгам. А если своя охранная фирма, ну, соответственно, больше, да. Вот, если вы работаете на охранную фирму, мое предположение, что это где-то 35, ну, 50 тысяч рублей в этом диапазоне. Или чуть-чуть меньше получается? Ну, это может быть в столице, а в регионах навряд ли сколько заработать. Ну, 25 получается хотя бы. Да с натяжкой, с натяжкой. С натяжкой, я вас понял. Да. Конечно, поэтому понимаю, почему подали к нам заявочку. А, в принципе, что для себя ищите, Багдан? Как что ищите? Заработок? Ну, то есть, на какой уровень дохода, да, хотели бы выйти, вот, поработать с компанией хотя бы полгода? Знаете, у каждого разная мечта, каждая цель, и вот я клиентам себе задаю такой вопрос. Да я не знаю, на какой можно. Ты знаешь, человек, он ненасытная натура сама по себе. Сколько не давай, все мало. Конечно. Я вас понимаю, я, честно вам говорю, работаю в инвестициях около 8 лет, да, и сколько я бы денег не зарабатывал, мне всегда мало. Ну, понимаете, о чем говорю. Ну, что у вас со мной, это вы на другом уровне жизни совершенно, в смысле, зарплаты. Не, ну, так я что же начинал, я что же начинал, да, то есть, каких-то инвестиций, но начинал я 10 лет назад на стройке работал, Багдан. Чтобы вы понимали. Это я честно говорю, я работал на стройке, на шабашке, я работал 5-2, я знаю, когда сложно. Но, когда я узнал, что такое инвестиционная сфера, что я могу с любой точки мира сделать себе чашечку кофе, да, и торговать за компьютером, да, то есть, это прекрасно. Смотреть на красивый вид, да, и при этом зарабатывать деньги, никуда мне не нужно идти, ехать, да, у меня все онлайн. Понимаете, это свобода действия, в первую очередь, свобода, вот, хорошо, ну, в принципе, я так понимаю, для вас криптовалютная сфера, фондовая биржа, что-то эти термины знакомы? Ой, валютная или фондовая биржа, мне слышал, а криптовалютная меня прям аж в дрожь бросает, да, нет, я крипту вообще не понимаю. Я вас понял. Не, ну, правильно, если вы не разбираетесь, лучше не лезть, лучше вам помогут в этом разобраться. О! Мы являемся международной компанией, которая предоставляет вам тысячу активов, на которых вы можете заработать, да, это валютные пары, фондовая биржа, да, криптовалюта, и также это, в любом случае, сырьевой сегмент, золото, металл и нефть, да. К примеру, конечно, вы без опыта, самостоятельно в открытое плавание я вас не отправлю, да. С вами будет работать эксперт, специалист, который будет предоставлять вам информацию, на которую вы будете зарабатывать. Он будет с вами работать недельку по 10-15 минут под ваш гипотеграфик. То есть, если неудобно в обед, да, перенесем наговоренность на вечер, там будете сами разбираться, это понимаете? Да так, в общем, в чертах. В общем, то есть, до чего в кодеках я, к примеру, вам набрал, человек будет вам набирать, два часа дня по Москве у вас сделка. Вы зашли на торговый счет, нажали кнопочку «Купить» зелененького цвета и пошли заниматься своими делами, там, работой, домом, детьми, как вам угодно, да, то есть. Да, вы вернулись там вечерком уже или на следующий день и нажали красную кнопочку, тоже по звоночку, зафиксировали вашу прибыль. В это время по автоматизированной торговле система работает на вас и деньги в пассивном активе зарабатываются. Подскажите, сложно? Да, как вы рассказываете, не сложно, а на практике не знаю, как получится. Я рассказываю, сложно? Нет, нет, вы, как вы рассказали, извините, я все понял. Вы понимаете, президент. Я просто знаю, что до меня, у меня получается все сложно. У меня все сложно получается, вот что. Ну что, иногда, честно сказать, мне для клиента главное дать просто понимать, да, то есть, чтобы он понимал, чем он будет заниматься и какой процент он будет получать. Вы же тоже такой, ну так вы смотрите правильно, зачем усложнять ситуацию? Я вам говорю, как это будет происходить. Две хлопки нажали с утра зеленую, вечером красную, зафиксировали деньги, к примеру, у нас с вами на балансе 20 тысяч рублей, да. Вы нажимаете, вывести на вашу карту, вам приходят 18 тысяч рублей, 10 процентов беру я за свой спортивный интерес, то есть, 2 тысячи рублей остается в компании. Как считаете, справедливо, выгодно, погнал? Справедливо, а налоги кто будет вас считать? Смотрите, налогообложение идет, когда вы хотя бы будете зарабатывать под полторы тысячи долларов, да. До этого момента вами никто не интересуется, никакой банк, никто. Но, так же все абсолютно выписки по налогам мы вам предоставим, да, источник происхождения средств, на какой сделке вы заработали, какое время и дата, за это не переживайте, это уже наши дела. Понимаете? Угу. Ну, как показывает практика, клиенты, которые со мной торгуют хотя бы полгодика, ну, выход на стабильный доход, давайте в рублях, это вот 200 тысяч рублей. То есть, к примеру, да, мы с вами заработали за полгода 200 тысяч рублей, мы захотели их снять, без проблем. 20 тысяч остается в компании, 180 вы себе обналичиваете. Справедливые условия, Богдан? 20 тысяч, а, 20 тысяч, а 100... Да, то есть, 10 процентов, мы берем, мы берем 10 процентов по факту признанной работы, процент 10 не меняется. Да, ну, 180, и еще, а вот это, подоходные я буду платить с 200 или с 180? Нет, с 180, конечно. Вы смотрите, вы 20 тысяч отправляете, да, в компании остается, когда вы уже выводите деньги на вашу карту. А что, 80, приход, учитывая процент, вот. Это неплохо, согласитесь, то есть, 10 процентов, это нормально. Я вам буду отправлять на какой-то адрес или что, как я деньги буду отправлять? Нет, ни в коем случае. Вы себе, вы зашли на торговый счет, нажали вывести на карту, указали карту, и вам деньги пришли в течение 30-45 минут. Проблем нет никаких абсолютно. А вам как за услуги я буду платить? Что еще раз? Вам как вот из 200 тысяч, если, например, 20 тысяч, как я буду платить? А давайте я вам объясню, смотрите, у нас система, мы работаем 32 года на рынке, да, то есть, когда вы обналичиваете прибыль, у вас автоматически взимается 10 процентов от аналитика, который с вами торговал. Это понимаете? Нет. Смотрите, вы нажали вывести средства, у вас автоматически уже берется 10 процентов. А-а-а-а. Вы это все обговариваете с аналитиком, да, и вам приходит та сумма, которая изначально мы с вами, да, то есть, 10 процентов у вас будут взиматься. Да, ясно, ясно. Проблем нету никаких, то есть, понимаете? Вот теперь понял, дошел. Вот, да, замечательно. Далее, смотрите, вы пополняете свой торговый счет, да, свой личный, а как банковский, только торговый, и на нем уже запускаете деньги в оборот. Вам было бы с какой суммы вот сейчас комфортно выделить для инвестиций, богат? Ну, я не знаю, а с какой надо-то? Смотрите, компания не рекомендует клиентам без опыта инвестировать большие суммы, да, ну, сами понимаете, вы, ну, новичок, да, не разобрались еще, поэтому мой вам совет не начинать даже с 50 тысяч рублей. Попробуйте с чего-то малого, да, там первый месяц поторгуйте, будете принимать решение. Если все понравится, конечно, ну, то есть, работаем дальше, долгосрочных перспективах, для меня это важно, да. Если не понравится, никто заставлять не будет, сможешь деньги обналичить, да, и в любом случае, то есть, попрощаться с вами на хорошие ночи. Ну, а вот вы говорите, если понравится, если не понравится. Ну, а вот вы же уже давно, наверное, вы, говорите, 10 лет уже в этой сфере. Вот, вот я, можно, можно я вопрос, извините, а? Вопросы. Вот, вот как вы с людьми работаете? Многим было таким, которым не понравилось? Много таких было. Вы говорите еще раз. Вы говорите, если не понравится, то уходите. Если понравится, то... Ну, были, я знаю, следующий вопрос. Конечно. Были такие, что не было деньги для инвестиций, и они останавливались на своем результате. То есть, они, к примеру, заработали 50 тысяч, сказали, Евгений, вот мне хватит этих денег, я хочу остановиться, хочу вывести. Без проблем мы идем к клиенту на встречу, он остановился, он вывел. Но, были и бизнес-партнеры, грамотные люди, которые постоянно фиксировали 200-300 тысяч рублей. Конечно, эти люди захотели остаться, да? Ну, какой грамотный человек, вот, скажется, от прибыли. Согласитесь, пожалуйста. Да, конечно, я от такого же мнения, я просто хотел узнать, встречаются такие, которым не нравится... Да, конечно, я вас понимаю. ...которым не нравится зарабатывать. ...закрыть финансовые нагрузки. Конечно, у кого-то цель закрыть финансовые нагрузки, кредиты, долги, ипотеки, штрафы, это их цель, да, они больше ничего не хотят. А кто-то хочет свой бизнес, кто-то хочет свой домик, да, там, возле моря. У людей разные цели, понимаете? Именно поэтому люди, которые остаются, они делают правильное решение и остаются, чтобы зарабатывать больше. Я думаю, вы так же выслите, Богдан? Я считаю, побольше вкладываться, пока есть возможность, потому что завтра друг перекроют. Если есть сейчас возможность, зачем же их тратить-то? Потратить и дурак потратит. Ты попробуй соберей. Слушайте, ну, первое... Богдан, первое правило финансовое – это относить деньги, какие-то документы должны работать на вас. Я прав? Да, да, ну... Вот, и я такого мнения. А зачем нам всю жизнь работать на деньги? Вы не устали работать охранником? Ну, извините за вопрос. Да-ка я не долго им работаю, правда, охранником, если честно. Ну, все равно, вы видите, вот, напряжно вставать с утра, идти на эту работу, стоять там на посту, вот целый день, ну, согласитесь. Да, конечно, и как-то в 46 лет, и чувствуешь себя как к дискомфорту на этой работе. В 46 лет, слушайте. Да. Ну, конечно, ну, я думаю, вот, смотри, я плащить моложе буду, мне 38, да, но я думаю, что в 46 лет, ну, в любом случае, хотелось бы, чтобы как деньги, как инструмент работали на вас. Да-да-да, да. Да. Вот, ну, то есть, хотелось бы уже какую-то и дачу, да, ну, не знаю, там, может, у вас есть, я не знаю, ну, просто хотелось бы какую-то и машину уже получше, вот. Именно поэтому люди сюда приходят нормально и адекватно и торгуют сами, понимаете? Понимаю, конечно, нормальный человек сюда и придет, конечно, если голова есть на плечах. Конечно. Ясненько. Да, Александр, вы меня сориентируете, вам будет вообще с каким банком комфортно работать? Сбербанк, Тиньков, ВТБ у вас? Сбербанк есть у меня. Ну, вы будете торговать Сбербанком, то есть, инвестировать с этой карты и отналичивать тоже на Сбербанк? Да как я со Сбербанком буду, мне надо брокерский счет там открывать, как я буду со Сбербанка работать? А, нет, я вам объясню, смотрите, у вас есть сейчас торговый счет, да, торговый счет, а нам нужно его пополнить. То есть, с вашего банковского счета на торговый, а дальше, когда вы будете уже зарабатывать торговым, вы вводите деньги с торгового на банковый. Это все работает вот так, то есть, с криптовалюты на фиат, к примеру, да, или с тейблкоина, с USDT, да, там, рубли конвертировали. По минимальной комиссии это без проблем. Поэтому Сбербанк нам подходит. У вас виза, мастер-карт. А что такое торговый счет? Что такое торговый счет? Это там, где будут лежать ваши деньги, которые вы оболнили с вашего банковского счета. Это там, где вы можете приумножать ваши деньги, сидя дома у компьютера. Нет, ну это вы сказали там, где определение, вот чем он отличается от брокерского, я слышал, что брокерский есть. Ну, смотрите, брокерский счет, я понял, я вам объясню, брокерский счет это посредник между вами и биржей, да, то есть, брокер, это просто вот вы зарегистрировались, есть ли деньги, а дальше сам себе гуляй в поле. То есть, вы не знаете, какой актив купить, у вас нету ценной информации, вы торгуете, судя по сути, таким способом вы много не заработаете. Инвестиционная компания и торговый счет, это те люди, которые предоставляют вам поддержку 24 на 7 и торгуют с вами сразу с корректной счеткой информацией, понимаете. То есть, тут вы зарабатываете хорошие деньги, там вы их теряете. Вот это мне разница тогда. Понятно. Ну, вы и сами подумаете, да, вы зашли на брокерский счет и думаете, блин, я же ничего не понимаю, какой мне сегодня актив купить, чтобы заработать. Ну, то есть, это уже сложно, вы уже откажетесь и не захотите работать. А если с вами будет торговать человек и предоставлять вам информацию по 10-15 минуток в неделю, да, и торговать с вами на одной волне, ну, то есть, таким способом вы будете и учиться, это первое, да, то есть, торговли, ну, в любом случае, а второе, это зарабатывать. Это самое главное для вас сейчас, согласно? Согласно. А этот человек, он кто по специальности? Аналитик или кто? У него два экономических образования, он аналитик, конечно, он с вами торгует, да, то есть, недельку по 10-15 минут. Ну, это вы предоставляете вот эти аналитические, аналитические услуги? Смотрите, вам набрали, все проще, все намного проще, вот так, вам набрали, да, вам сказали, вот, сегодня, к примеру, покупаем, ну, ту самую Сбербанк покупаем, почему, объясняют, да. По сервину потоку дома подключается еще одна страна, к примеру, или какое-то там событие произошло, и под это событие уже, соответственно, да, у вас растут активы, которые вы купили ранее, понимаете? Угу. Ясно. Вот. Ясно, да. То есть, тут, в любом случае, да, мы с вами активируем торговый счет и приступим уже с первого теста месяца. Вы меня ориентируйте, с какой суммы вам все-таки будет комфортно приступить? Да с какой у вас заведено, что же я под себя правила, что ли, буду переделывать, с какой начнем, я не знаю. Ну, минимальный депозит в компании, смотрите, это 10 тысяч рублей. Ну, нет. Для вас эта сумма подъемная? Да. Вот, в принципе, то есть, начнем с чего-то малого, да, вы попробуете, а далее уже посмотрите результаты, будете принимать решение, согласны? Согласен. Все, замечательно. Тогда подскажите, Богдан, вас зовут Богдан, правильно? Да, да. Так, ваша фамилия Кочерга. Да. Так, ваш имейл Кочерга на новое собачка.майл.ру, правильно? Да. На готове? Кочерга на готове собака.майл.ру. Ой, слушайте, какое прикольное название, это вы сами придумали? Да нет, это ребята надо мной посмеялись, я считаю, я считаю, что лет у меня это... Это они вам имейл создавали или что? Да я-то еще тогда вообще ничего не соображал, когда я начал вот компьютер-то постигать, мне помогли друзья, вот, и взяли, составили мне вот этот, ну-ка, имейл. Ну, а теперь менять его, он вроде привязан у меня уже везде. Ну, они смеются, фамилия смешная, а она у меня фамилия легендарная, не смешная. Ага, так слушайте, конечно, легендарная, Кочерга, ничего себе, я такую фамилию не встречал еще. Ну, это потому что вы на Украине не жили, я, я, у меня корни с Украины идут. Ага. Ну, а как вы относитесь вообще к политической ситуации сейчас, что происходит? Да я аполитичен сам по себе, но единственное, что я бандеровский строй не признаю, не знаю, что происходит. Мне лишь бы бандеровщины не было и все, а остальное я ничего не понимаю. Согласен, бандеровцы, это, конечно, это, конечно, вообще кошмар. А вы вот сами скажите, да, то есть вы поддерживаете нашего президента? Ну, что значит поддерживаю, не поддерживаю, ну, святых людей нет. Ну, как, то есть вы, вы, ну, то есть вы за то, что он делает сейчас, спецоперацию эту проводит, ну, я просто новости читаю, что это какое-то что-то новое, понимаете, я такого еще не видел ранее. Я говорю, я не разбираюсь, если президент делает, ну, значит, так нужно, он какой умный человек-то, он в КГБ работал все-таки, значит, у него мозги есть. Я не знаю, что происходит, я не знаю, что происходит, одни одно говорят, другие другое, но если президент решил, его же народ выбрал, значит, все правильно он делает. Ну, да, да, согласен. А так я не знаю, потому что включишь телевизор, то одно, ну, по телевизору-то разное, а вот на ютюбе-то по-другому говорят, где, кто, кто, кто во что гораст. Ну, я вас понял. Хорошо, Богдан, в принципе, давайте... А вы как относитесь, вы как, вы как относитесь, ваше какое мнение? К чему? Кто что делает, президент? Да, да. Ну, ведь это его выбор, он человек умный, да, в любом случае, он знает, что он делает. Я туда, честно, не лезу, у меня есть свои деньги, да, то есть я хочу их зарабатывать, вот. Вы тоже аполитичны, да? Я не политик, я не политик, я не депутат, мне тут-то далеко, я не хочу, мне это не нравится, нечестно. Я хочу, чтобы в мире был мир, вот, я за мир в любой стране, мне нравится, так же. Да, да, да. Вот, ну, сами понимаете, с миром все и лучше намного. Да, понятно. Вот, тогда, смотрите, я в WhatsApp отправил уже плюсик. Плюсик? Посмотрите, вам пришел? Да, а вот мне можно, сейчас я войду, войду. Ага, у вас на картинке стоят прутья, такие железные, если я не ошибаюсь. Правильно? Сейчас я же не вошел в WhatsApp, сейчас в WhatsApp пойду. А, да, 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 заходите, заходите, хорошо. То есть, Богдан, давайте подытожим, чем мы будем заниматься, вы, в принципе, понимаете, или вот лучше еще раз объяснить вам? Да, я хотел бы вопрос вам задать просто. Да, 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 конечно, слушаю. Я не разобрал, как ваша фирма называется. А, смотрите, наша фирма PSB Limited, называется... Как, как? Помедленней. PSB Limited. PSB Limited. Ничего не понимаю все равно. PSB Limited. PSB? PSB Limited. Помехи идут? Да, смотрите, я вам уже в WhatsApp отправил плюсик. Относите, не взаимно, вы прочитали. Ясно, ясно, сейчас, сейчас. Да, я вам сейчас отправлю торговый счет уже. Сейчас, минуточку. И еще это самое. Вы будете у меня аналитические услуги предоставлять, да? Конечно, да, 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 конечно. С вами будет работать аналитик, который постоянно с вами будет на связи, да? Если вам неудобно, вас вообще как по графику? 5, 2, 6, 1 работаете? Я работаю, день работаю, два отдыхаю, ну, там не проблема. Там ребята с удовольствием подменят. Если заработки будут хорошие, я могу и не ходить туда. Там зарплату отдам свою. Когда вы выйдете на второй-третий месяц работы, больше, чем ваша зарплата на доход, это факт, да? Да. Я могу вам гарантировать. То есть, я думаю, что вы рассмотрите даже увольнение в любом случае. Да. У меня просто были ситуации, если клиенты работали и строителями, и охранниками, я все это прошел, да. Я знаю, то, что люди, когда зарабатывают пассивный актив, да, то есть минимальный максимум, чем их активный максимум, да, то есть они остаются работать, понимаете? Ясно. Хорошо. В принципе, вы будете обнаречивать прибыль на Сбербанке, инвестировать тоже будете с этой карты, правильно? Я? Я инвестировать буду, я вопрос еще не смог закончить это, задать вам. А вы отправьте мне плюсик взаимно в WhatsApp, я что-то спросил. А я не отправил вам что ли? А мне не пришло, вроде да. Как не пришло? Я сейчас еще... Не знаю, пока только мой. Это вот у вас плюс 44 790 номер, да? Да, 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 все верно. Отправил я плюсик, и синенькие две галочки у него стоят. Так, хорошо, тогда смотрите, я отправлю торговый счет вас. Подождите, сейчас, сейчас, я еще тогда плюсик-то отправлю. Почему он не приходит-то? Да, 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 конечно, я. Второй плюсик отправил. И у вас прочитано. Нет? Так, все, замечательно, да. Вот, подождите, вот трейд, трейд, рсб, форекс, брокер, да? Да, 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 заходите, это ваш торговый счет, через который вы будете торговать. Так вы брокер... У вас внизу, вы с телефона заходите? Да, вы брокерская организация, да? Нет, смотрите, брокерская организация, я точно вам объяснял, мы инвестиционная компания. Ага. Мы инвестиционная компания. Угу. Брокерская организация к нам не относится. Ааа. Дальше, нажимайте сейчас на человечка, у вас есть личные данные там, и проверяйте. Ага, сейчас. Угу. Имя, фамилия? Подождите, подождите, подождите. Тут никакого человечка нету, тут у меня язык вот. А вы с телефона зашли? Да. С компьютера? С телефона. Вот, у вас снизу есть человечек, у вас снизу есть человечек, на фанельке, посмотрите внимательно. Нету тут никакого человечка. А давайте по очередности с вами, смотрите, документы, человечек. Никакие документы, здесь не написано, здесь, здесь вот написано. Хорошо, стоп, что видите на экране, Богдан? Что видите на экране? График со светло-зелеными и красненькими вертикальными такими. Да, да, революционная пара. У вас снизу есть на вашей панельке телефона, вот снизу, там такие есть уведомления, человечка, найдите там. Да не найду я тут человечка никак, нет тут человечка. Так, я вас сейчас, стой, торговый, сейчас открою, с вами зайду. Я сейчас перед собой вижу график, так, у меня слева котировки, а по прямой график, вы это видите? Нет. Перед вами сейчас график, правильно? Подождите. Вот вы мне в 10.56 прислали плюсик. Вот. Так. Я вам в 10.56... Вы заходите по ссылке. По ссылке заходите. Захожу по ссылке. Захожу по ссылке. Так. Ну, захожу по ссылке. Внизу, вверху написано форек, справа наш флаг российский. Так, так, да, да, да. И под низом... И внизу. Нет. Ну, вы говорите, в самом низу под графиком у вас там есть документы и человечек. Видите, такой силуэт человечка, голова и туловище. А, вот, человечек, нашел. Нормально. Торгут, сейчас, номер счета, 5 цифр, да, проверьте, 5? 5. Так, далее у вас номер счета неверифицированный, баланс 0, бонус 0, залог 0, эквиты 0, свободно 0, видите? Угу. Вот, замечательно. Далее у вас снизу есть, смотрите, ваши данные, перепроверьте, они правильные. И уровень маржи у вас стоит 100, если я не ошибаюсь. То есть, максимальная маржа. Уровень маржи 100. Да, все, и далее вот имя, фамилия, имейл и телефон, правильно? И телефон, да. Да, замечательно. Далее, вот сверху у вас есть транзакции, посмотрите. Документы, транзакции. Это где? Это вот, смотрите, вот там личные данные, вот под Форексом. Далее документы и под флагом транзакции русским. Сейчас, что-то он у меня крутит, крутит этот кружочек. Да, сейчас он прогружает, вы к Wi-Fi подключены, кстати, или используете мобильную сеть? Wi-Fi. Wi-Fi. Wi-Fi, вот, сейчас должно прогрузить. Да, я тут нажал и опять вышел на график. Опять на человечка. Нажал на человечка. Да, на человечка. Личные документы. И далее у вас вот есть, да, вот транзакции с правым верхнем углу. Да, есть, нажал. Нажимайте. У вас есть кнопочка депозит синенькая, нажимайте. Депозит синенькая, нажимаю. Да. Далее вам предлагают сейчас выбрать SPB или P2B. Вы нажимаете пальчиком на SPB и выбираете P2B. P2B. Да. Да, выбирайте. Сумму вы пишете 10 тысяч рублей. Угу. А где нажимаете подтвердить? Говорите, что видите на экране. То есть сейчас у нас в Российской Федерации санкции, да, мы это знаем с вами, когда. И поэтому у 90% клиентов не проходит транзакция онлайн, да, через торговый счет. Угу. Поэтому мы с вами попробуем, да, но в любом случае лучше будет через ваш личный кабинет Сбербанка. Завидите туда. Угу. А вы скажите, а куда я эти 10 тысяч-то буду переводить? Куда переводить-то? На свой торговый счет вы отправляете. Я ж вам его помятую. Я понял. А где он находится, этот торговый счет? Ну, у вас сейчас на экране. Да это на экране он отражается. Я говорю, где он находится? Так, так. Где он находится? Ну, в каком банке? Вы имеете в виду, откуда компания происхождения или что? Нет. Торговый счет мой в какой компании? Мой торговый счет в какой компании? Алло. Вы имеете в виду запоставщика ликвидности сейчас, Богдан? Или я не понимаю? Нет. Я... У меня есть торговый счет. Торговый счет. Я и говорю, где он, где он, этот торговый счет? Ну, как где? Он у вас на телефоне, Богдан. Что за вопрос? Ну, это отражение на телефоне. А деньги физические, где они будут находиться? Деньги физические у вас будут на торговом счету. Да, да. Если вы имеете запоставщика ликвидности, это Дольче Банк. Мы работаем с этим банком. Дольче Банк. А Дольче Банк, он как? Да, да, да. Он в России имеет филиал или нет? Алло. Алло, не слышу. Нет, в России филиала он не имеет. Мы являемся международной компанией, Богдан. Смотрите. Мы работаем 32 года на бирже, да? Именно поэтому, то есть, мы будем открывать вам счет через международный банк. У вас на счету будут конвертации с рублей в доллары, да? У вас будет счет в долларах. И также, когда вы будете обналичивать вашу прибыль, у вас будет с долларов по минимальному курсу конвертироваться в рубли. Не, не, я понимаю, но я-то думал, вы, если с Москвы звоните, значит, у вас московские, это самое, банки, или, ну, российские, по крайней мере, а это... Так вот, да, смотрите, ну, то есть, компания международного стандарта, мы работаем по всему миру, и с Россией, да, и с Бельгией. У нас есть счет в Тинькофф Банке. Вот, давайте в Тинькофф Банке, давайте в Тинькофф Банке открывать, давайте, вот, лучше там. Давайте в Тинькофф Банке. Давайте. Хорошо, я вам сейчас тогда отправлю реквизиты Тинькофф. Давайте. У вас Тинькофф Банк тоже есть, помимо Сбербанка? Нет, нет у меня, я стараюсь с виртуальными не работать, тем более у него там проблемы какие-то у Тинькофф Банка. Хорошо, заказите тогда в онлайн-банк, я вам сейчас буду говорить о реквизитах. Давайте. Я сейчас запросил, на финансовый департамент жду. Жду. А вы меня посориентируете, вот вы сказали охранникам, да, вы работаете 5-2 или 6-1 все-таки? Я работаю, я же вам сказал, день дежурю, 2-2 выходной. Так. Ну. Ага, то есть вы как вахтовым методом, я правильно понимаю? Ну, я лично всегда считал, что вахтовый это на выезд, когда люди уезжают на определенный период, на определенное время, а потом возвращаются и отдыхают дома. А это не вахтовый, это график называется, ну, у нас это называют графиком в России. Я вас понял, я вас понял. Хорошо, а помимо охранной сферы, какие-то еще для себя, возможно, рассматривали дополнительные, вот кто-то инвестирует в недвижимость, кто-то делает депозит в банке. Ранее что-то рассматривали, помимо этого? Да пока нет, вот только первые шаги пытались сделать. Я понял. Хорошо, Богдан, в принципе, вы сейчас на каком этапе зашли в онлайн-банк, правильно я понимаю? Да, зашел. Далее вы нажимаете, смотрите, Сбербанк, у вас там платежи и переводы. Я не слышу вас. Да, Богдан, вы нажали, верно? Да, да. Так, и смотрите, а вы сейчас в приложении Сбербанком, то есть личный кабинет вы зашли? Да, да. Или через сайт? Я зашел через кабинет. Да. Вы нажимаете платежи и переводы и нажимаете другой банк. Ну, мы же на Тинькофф будем заполнять. Да, ясно, да, да, конечно. Так, и далее у вас сейчас просит реквизиты, правильно? Да, вот, реквизиты, да. Так, я вам сейчас диктую, да, 55 записываю. Подождите, давайте. Говорите. 55. 55. 55, да. Два раза 55, один раз? Нет, один раз. 55, 36. 36, ага. Дальше. 91, 41. 91, 41. 47, 47, 68, 47, 68, 63, 76, 63, 76. Да, все верно, нажимаете продолжить, указываете сумму и очень важно, смотрите, мне нужна квитанция будет. Да, чтобы вы мне отправили ее на WhatsApp. Конечно, конечно. Конечно, конечно. Так переведу сразу. Вам как ее распечатать или этот скриншот сделать? Что говорите еще раз? Вам распечатать? Вы сейчас делаете скриншот или PDF файл отправляете в WhatsApp. Как вам удобно? Тысяча сумму, 10 тысяч рублей. Все. И нажимаете продолжить. Ага, 10 тысяч рублей, да? Ясно. Вам сейчас из-за санкции могут набрать даже с банка, у меня было такое с клиентами. Ага. Вам нужно будет подтвердить, что перевод делаете вы, а не кто-то другой, если наберут. Потому что вот вчера буквально такая ситуация была. Ну, давайте, давайте. В данном этапе все понятно? Понятно. Ну, а что вы реквизиты не присылаете? Реквизиты. Так я же вам их продиктовал. Нет, реквизиты вы не диктовали. Вы мне карту какую-то прислали. Вы диктовали вам реквизиты. Вы номер карты. Я вам присылал реквизиты доверенного лица компании, Богдан. Которые вы перечисляете деньги. И мы с резервного счета компании зачисляем вам в долларах на ваш баланс. А, да нет, это не реквизиты. Это номер карты чьей-то. А что? Это не реквизиты. Реквизиты вы же тогда... Вы, наверное, я с вами говорю. Это реквизиты номера карты доверенного лица компании, да? То есть, из которого я могу вам с резервного начислить на торговый счет. То есть, если вы сейчас переживаете перевести 10 тысяч, переведите тысячу, я покажу, что деньги на вашем счету, чтобы вы не задавали мне больше таких вопросов. Да я не переживаю ничего. Дайте реквизиты, что мы это будем тратить? Так мне ваши деньги не нужны, ну, в конце до конца. Выполняйте свой торговый счет. Ну, мне... А зато... Мне выгодно с вами... А мне они нужны. А мне... Вам не нужны, а мне... А мне это нужны. Так они у вас будут на торговом счету, в вашем доступе. Ну, давайте мне торговый счет. Вы же сказали, сейчас в Тинькове сделайте торговый счет. Это вы прислали какую-то карту физлица. Так я же вам дал реквизиты. Богдан, вы сейчас серьезно ведете разговор? Я чуть не понимаю. Мы с вами сейчас активацию торгового счета делаем. Это вы мне о серьезности говорите. Такая же... Вы мне о серьезности говорите. Вы присылаете карту какого-то физического лица вместо реквизитов моего счета. Богдан, это доверительное лицо компании, на которое вы пересчитаете финансы. Но из-за санкций мы не можем сами обладать онлайн, это сделать через торговый счет. Сейчас санкции в стране. Я не против. Вы не переживайте, ваши деньги будут на торговом счету. Ну, спасибо. В чем проблема? Спасибо. Конечно, не переживать у меня не всегда получается. Но вот когда вы меня сейчас убедили, переживать я не буду. Ну и давайте, чтобы не переживали, если вы хотите, чтобы я не переживал, реквизиты счета мне пришлите, и я туда пополню 10 тысяч. Смотрите, Богдан, я вам еще раз говорю. Да, я вам предиктовал реквизиты. Мы свои перепроверили их. В чем вопрос? Я просто не понимаю. Какой-то детский сад. Ну, реквизиты, вы только сейчас сами подтвердили, что мы обговорили про реквизиты. Вы реквизиты не прислали. Вы ошиблись? Или вас кто-то в заблуждение вводит? Может, вы просто не в курсе еще? Может, вы не в курсе? Может быть, вы там спросите у кого-нибудь поопытный? Вы делаете через свой личный кабинет. Попробуйте сделать через торговый счет, но у вас не получится из-за санкций. Я же вам объясняю. Ну, да пришлите мои реквизиты. Да попробуем, получится или не получится. Это вы не пробовали еще. Давайте реквизиты. Да я буду... Не затягивайте резину. Пора зарабатывать. Я уже замучился на эту охранную зарплату жить. Алло. Алло, вас не слышно. Ладно, я вам запрещаю работать, вы не серьезные. Вот. Я не хочу с вами сотрудничать. А почему? Вот. Вы сразу сказали, что вы не серьезные. Вы сюда пришли поиграться. Вы мне сразу это сказали. Я вам сказал, давайте... Поиграться? Как я поиграться? Наоборот, серьезные. Ну, вот так. Я вам объяснил, как пополнять торговый счет. Вы не понимаете. Что мне вам дальше объяснять? Не хотите, пожалуйста, не работайте. Не тратите мое время. Как я могу пополнить? Вы делаете это сами. Что я не так сделал? Я все делаю, что вы говорите. Я вам объяснил, я дам вам реквизит. Все, тогда. Я сам и... Разговор ни о чем. Я по-серьезному подхожу, вы не серьезно подходите. Я же виноват. Как это получается? Алло. Алло, вас не слышно. Субтитры сделал DimaTorzok